нанесение декоративной штукатурки типа песчаного вихря только круговой это подложка наносится в хаотичном порядке чтобы не было геометрии с расчета того что где-то что-то где-то может просвечиваться потом то есть у нас получается все стены серые вот этот участок участок телевизора с диодной подсветкой по всему периметру будет такое интересное исполнение олег вот старается хаотичном порядке наносить может может игру может кому-то уже и так понравится потому что так смотришь уже смотрится богато она все так поблескивает чуть-чуть короче можно ее нанести и сказать что декоратив далее да и чтобы у тебя везде было хаотичное нанесение никакой геометрии да ну конечно время занимает хаотичную миссию ну да она прям блестит уже прикольно смотрится надо на вооружение взять попробовать вот этой подложкой сделать какой-нибудь декоратив дешево и сердито ты говоришь ее много остается на расход маленький если ты снимешь снимешь намордник было бы слышнее это вот мы прям сверху флизелина поэтому вот такой эффект прикольный да я имею ввиду что вот так вот создать такой эффект а потом можно этой же создать вьюшку еще раз пройти и вьюшку прям ей же ей же и будет интересно мне кажется но надо проэкспериментировать ну вот за счет того что это флизелин он так немного вот забивается поры и такой прикольный эффект но это надо руку набить чтобы равномерно было потому что сейчас видно участки такие есть сначала полоски пошли далее но это я просто начал смотреть впиталась чуть-чуть здесь то есть нужно вот нужно вот так наносить всегда чтобы грубо говоря если даже что-то и будет то это было незаметно какие-то косячки сейчас в данном случае вся стена один большой сплошной косячок дали я говорю нужно чтобы такой эффект был чтобы так посмотрел и не знаешь к чему придраться потому что все в таком исполненном идеале ну вот разве можно сказать что это просто подложка олег это уже декоративка какая-то вот здесь вот она уже высохла стиль хай-тек у тебя прям я смотрю рука подвешена прикольно а хотя не она такая слегка матовая да а ну получается где толстый слой там она прям вот такая матовая где тоненькие она поблескивает прикольно то есть этот песочек черный песочек потом как нанесешь можно если например что-то где-то подправить то уже в отдельных местах да какие-то если это надо давай мы тебе красоту подсветим олег а вот смотри видишь шовчик да можешь здесь чуть-чуть что-то сделать просто из-за того что здесь толстый слой вот эта полоска она может потом проявляться ну или вот сюда какой-то участок нанести короче ты умеешь это делать вот может быть она дальше за чего образовалась клей чуть-чуть остался а клиент чуть в реакцию вступает вот такой эффект был вот ну за счет подложки это не так сильно страшно это можно разбить да это клей вот видишь тоже такая же короче клей в реакцию вступает подложка здесь потому что вот нету клея здесь все четко а здесь видно чуть-чуть отклеивались но может когда высохнет она исчезнет как вариант кстати просто из-за того что она набухает клей она появляется даже он заштриховал не мне кажется высохнет исчезнет олег скорее всего посмотрим потому что ты прошел все равно не это из-за того что мокрый клей просто мне прям интересно стало исчезнет или нет какие ставки делаешь олег исчезнет сколько 50 на 70 что-то у тебя с математикой 70 на 30 ладно я даю 99 что исчезнет потому что здесь видно уже вот тоже было наверно здесь подсыхает исчезает а здесь ты еще свеженькая нанес она еще мокрая и здесь видно снизу такой блин а это ты снизу сейчас только на нас будучи так у меня руки мне руки просто я тебе добавил чуть-чуть образ а иду тебя брызги олег чуть-чуть раскатать как раз замазал то что и возьмут ладно посмотрим так прикольно бледней становится здесь Чем больше хаотичности ты сделаешь, тем мне проще потом будет наносить декоративку. Когда однородная подложка, то не то, какие-то косички и все будет заметно, а здесь получается ты уже создал множество косичков в туалет сделал, но с другой стороны это дает эффект, нужный эффект. То, что надо. В данном случае у нас будет такой же узор. Круговой, хаотичный, объемный и играть будет на просвет. Такой же эффект будет. Поэтому в данном случае подложка нужна. Не отказывайтесь от подложки, потому что я помню один объект, мы там краской проходили, но это не то совсем. То есть краской, когда проходишь, создается однородная поверхность, все равно в цвет она не так попадает, как подложка. То есть подложка она более родственна, более схожа с декоративкой. И уже заведомо такой же эффект создается. А, красиво. А как называют рабочего, который наносит подложку? Подложечник? Подложечник. Подложечник. Ну ладно, не обижайся. Подложечник. 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 Продолжение следует...